и сейчас дождь снимаю вот видео недалеко от конга руанды в уганде на высоте где-то две с половиной тысячи метров но как же это круто я год назад даже подумать не мог что я настолько загорюсь и вообще мне очень понравится вести youtube канал как вот последние 45 месяцев когда я занимаюсь каналом чуть не 78 процентов в этом видео в такой немножко интимной атмосфере праздничных я постараюсь вам ответить на два сапфлярных вопроса и рассказать по секрету своих планов еще в октябре семнадцатого года будучи в центре атлантического океана на круизном лайнере я пробовал записать для вас видео долго рассказывая о том чем я занимался это видео не вышло но сейчас вам постараюсь быстренько все рассказать начать тишки я шестого года вначале я занимался платными прогнозами на спорт я занимался аналитикой в нб и американский баскетбол кто не знает в общем продавал прогнозы в шестом году сделал сайт мне пришлось его продвигать в общем два года в принципе занимался беттингом до прогнозами на спорт сам ставил конечно же не без этого и так случилось мне пришлось разбираться в продвижении чтобы сайт занимал хорошие позиции я пошел конечно искать по интернету разную информацию там освоился в разных интересных сообществах увидел нишу регистрации в каталогах это такая точно простая прямая услуга которая в свое время была очень популярна для сайтов то есть это заказывали с разными целями даже не буду даваться подробности в общем успешно этим прозанимался с 7 по 10 год достаточно важная штука у меня в руках скажем так даже интимная в общем этот дневник я писал начиная седьмого года цели на год на восьмой год что я хотел сделать в восьмом году научиться html подучился в принципе увеличить количество сотрудников как минимум до 3 и тем самым создать фундамент для основания компании в будущем тоже сделал я тогда еще думал что расти в людях это в принципе главный показатель крутого бизнеса да и вообще ты прикольный чувак будешь я заблуждался конечно был бум еще кто помнит кто знает такие клепания говно сайтов под ссылочки я этим тоже занимался свое время там было 300 400 сайтов параллельно еще мы пробовали конечно же делать такие более простенькие проекты но уже под такую белую типа монетизацию под контекстную рекламу от сайгу вам девятом году в общем с 8 на 9 на 9 год что у нас интересненького хотел купить автомобиль но это свойственно походу мне в первые годы я так и не купил у нас тогда еще жил с родителями был семейный автомобиль в общем-то и не купил я его короче тут минус стоит так создать сайт у кирмедиа это тоже тоже очень интересная история но за же была ситуация что у нас уже были десятки клиентов и у нас еще не работал сайт сапожник без сапог это реально было той сайт студии и здесь тоже стоит минус из регистрации в каталогах в принципе органически я вырос в то чтобы основать агентство да в первую очередь мы констрировались на продвижении веб-сайтов и это было немало это десятки компаний десятый год так разработка усовершенствования cms укрмедиа но это прям завал я думаю что очень популярный когда у тебя есть ресурсы программисты дизайнеры в общем там вот ресурсы в принципе ты начинаешь пилить свою cms по крайней мере в начале десятого года это просто мастхэв было это была огромная ошибка у меня стоит здесь плюсик ноша в принципе мы и запилили запили достаточно неплохо но это просто потеря огромное денег и времени еще и ставился как задачу личный пиар статьи интервьюшки киви и стоит тоже плюсик насколько я помню там да и тогда активничал если помню на прямой эфир мне было 19 лет вот в конце девятого по-моему да начали с этого на прямой эфир в москву летал на свою пульте вим и вот прямой эфир это было сложно хотя честно с камера работает тоже так так в единственном году я хотел поехать в китай хотел поехать в сша это у меня не получилось и хотел продать или перезапустить один из проектов кстати я помню что по этому проекту у меня свое время там было предложение там в пять раз дороже чем стоила его разработка он ничего не зарабатывал то есть мне на ровном месте предложили заработать в несколько раз больше не отказался бред ошибка после этого то есть жалей продавай продавай но жалей то есть однозначно прям урок капец сайт насколько я помню через год вообще загнулся там через полтора и продал но за копейки двенадцатый год запуск нового проекта каждый месяц двенадцать больших проектов на конец года компании стоит плюс-минус то есть я сделал на фифте как я посчитал на фифте пэссэнс зай запустили 6 наверное или плюс-минус но это мы считали большие такие уже потому что в двенадцатом году уже был прицел тоже такие большие контактные ресурсы запускали значит более-менее делали так поехать в китай слива в китай в тот год да эта поездка на месяц в принципе очень много значило время не знаешь до сих пор прыгнуть с банджи джаппингом уже кто не знает есть макао в общем вышка это самый большой самый высокий банджи джаппинг в мире и я туда не поехал то есть в целом не попал в макао ну и соответственно я думаю что если бы я поехал в макао если бы тогда как по плану попали бы туда то я бы точно прыгнул этим я успешно прозанимался до конца тринадцатого года когда мне тупо надоело уже клиентский бизнес это клиентский бизнес ты очень сильно погружен в бизнес ты real time должен быть в процессе и собственно что говорить тут если основные мои путешествия основные там не знаю крутые страны длинные путешествия случились не считая там китая азии в 2011 году случились именно уже после тринадцатого года хоть это так кстати совпало еще и с кризисом но совпало так что я ушел полностью в конце тринадцатого года начале четырнадцатого в свои проекты что имеется ввиду то есть мы не занимаемся клиентами с того временем а занимаемся развитием сугубо развитием своих контентных проектов которых там еще недавно было все-таки десятки уже не сотни но десятки я планомерно отказываюсь от них концентрируюсь там на десятки двадцатки основных проектов сейчас мы работаем на данный момент в 18 регионах мира но цель на этот год работать 40 то есть мы сами готовим контент от фотографий до видосов занимаемся дистрибьюцией публикации соответственно переводами на другие языки в общем так достаточно стандартная модель монетизации сепи и сепи си но задача на этот год на ближайшее время сделать свой продукт возможно это будет сад решение ну еще не точно но в принципе бизнес вот такой так тринадцатом году я хотел расплатать не очень прибыльные активы и сконцентрироваться на основных сайтах то что я собственно и говорил что клиентский бизнес надоел захотелось больше концентрации на каких-то конкретных проектах собственно здесь стоит плюсик это достаточно неплохо получилось попробовать арбитражить и разобраться в себе в общем партнерских программах то есть я принципе двенадцатом году уже отчетливо понимал что за этим будущее в рунет все очень активно приходит многие конечно уже в то время работали с буржем соответственно мне было где до поспрашивать пообщаться на эту тему но двенадцатом году я четко понимал что надо разбираться в теме и в принципе меня стоит плюсик я думаю что примерно из тринадцатого года где-то я в теме более-менее начал разбираться так четырнадцатом году я запланировал провести следующую зиму то есть еще новый год в теплых странах до этого этого не делал место и плюс-минус но насколько я помню в четырнадцатом году мы новый год встретили в стокгольме один из самых холодных городов мира но на новый год точно там дует адски но это было очень прикольно стоит плюс-минус потому что новый год тогда я встретил ну тогда уже мы там мейнстрим начался да в том что встречать новый год бы не дома то есть этот новый год который восьмадцатом году это там первый за последние то есть один из последних семи по моему или вторую из последних семи лет так и поехать на чемпионат мира 2016 бразилии очень большое мое упущение я фанат футбола кто не знает то есть совместить поездку в бразилию и чемпионат мира в бразилии это лучшее что может случиться с футбольным фанатом и человеком который обожает путешествия это была ошибка ничего не мешало поехать я просто не поезд 2015 год это последний год когда я что-то записывал вот сюда так посетить чили аргентину бразилию и побывать на коп америка я это тоже не сделать тоже футбольный турнир крутейший в латинской америке но 2015 году было очень много других стран и проехать на велосипеде новую страну это был план на 15 год у меня тоже стоит минус я это в пятнадцатом году не сделал а стоял этот лав 15 потому что я в четырнадцатом очень круто то есть мы приехали на границу с молдовой страны украины пересекли ее как бы на велосипеде и вниз опять-таки до границы с украиной и полностью проехали проезжать страну на велосипеде это один из лучших вариантов совмещение путешествия с тем что ты реально занимаешься и спортом ну это прям как всем рекомендую а чего мне канал начиная с августа семнадцатого года я наверное каждый месяц чуть по другому могу отвечать на этот вопрос потому что там в принципе понимание так кристаллизируется сейчас однозначно в первую очередь я очень сильно прокачиваюсь общение новые знакомства прям вау второй момент что через какое-то время я хочу заниматься большинство времени точно только инвестициями опять-таки я начинаю разбираться в новых многих нишах я знакомлюсь я повышаю свою узнаваемость и тому подобное то есть вот этот второй момент который для меня тоже очень важен ну и третий момент у меня самого запрос на такой контент понимаете я не тоже говорю что не в принципе его нету но его блин практически нету кстати люблю так смотреть в аэропортах на табло есть что-то в этом завораживающее ты смотришь никуда летишь а куда бы вот полетел сейчас бы полетел в лиму в перу потому что никогда не было и там должно быть круто но сейчас не об этом я договорился с ребятами с системой третий же капиталист по спецусловия для подписчиков моего канала для физических лиц это бесплатно экспресс доставка карточки к для юрикова это спецусловия на массовые выплаты нужно написать ребятам в telegram ссылочка будет в описании к этому видео как обычно а я пошел на длительный перелет в европу вам же желаю приятного просмотра дальше теперь про планы канал . g в 18 году я продолжу заниматься тем что буду максимально углубляться в самые разные ниши как люди зарабатывают интернете будут разные стартапы со с решением marketplace и возможно файл обменники инвесторы что очень тоже интересно это будет владельцы партнерских программ представители поисковых систем люди которые занимаются контентными и сервисными продуктами этом на разные минуты все не все это интересно белые серые возможно даже не только темы так что будет очень жарко например в следующее видео будет с давидом брауном привет меня зовут давид браун чувак который создал и очень успешно продал компанию the plate monster за много миллионов долларов хотя он не говорит за сколько еще у меня есть крутой опыт как проебать 3 миллиона долларов на криптовалютах так что если вы еще не подписались на канал вот сейчас прям сейчас прям самое время это сделать может следующий выпуск с давидом будет прям их огонь это рынок глобального наебалова так друзья цели на 2018 год для канала я решил это сделать публично это будет и меня подстегивать и вам даст как бы больше я думаю представление о том какие у меня цели планы и какое у меня отношение к каналу на предстоящий год в общем я решил что на конец восемнадцатого года у канала должно быть в минимум 40 тысяч подписчиков я конечно хочу соточку серебряную кнопочку но я думаю что это очень будет сложно сделать с точки зрения качества аудитории поэтому 40 эта программа минимум но и миллион просмотров это тоже программа минимум в общем такая публичная цель я хотел сделать больше сделать финансовую еще цель в принципе на каком-то стороннем ресурсе публиковать время от времени так называемые финансовые стриптизы тема которая очень раньше была популярна сейчас пор популярна там финансовые стриптизы в обмастеров как делает например андрей спрут уже давным-давно рассказывая о том как там прошел месяц до доходы расходы но в общем много людей отнесись к этой идее как бы там с определенным скепсисом я не знаю зайдет ли это или нет пока не уверен что будут делать в принципе можете отреагировать и написать интересно вам смотреть экономику канала сколько он зарабатывает как можно вообще зарабатывать ну и сколько в принципе тратит а теперь я обращаюсь конкретно к тебе мой дорогой зритель огромное спасибо что я смотрел это видео до конца вероятно всего что тебе действительно интересно и полезно то что я делаю я очень хочу в конце видео этого спросить кое-что первое какие темы герои компании тебе конкретно интересны просто напиши в комментарии в свободной форме что ты хочешь узнать там в семнадцатом году каких людей увидеть опять какие компании вообще какие ниши можно писать все все что касается эти бизнеса ну и второй момент что стоит улучшить на канале что не нравится какой подход как какой формат я еще попрошу конечно же по традиции хоть и делаю это не так часто и принципе не знаю насколько это эффективно опять-таки подписаться на канал поставить колокольчик чтобы ничего не пропускать я постараюсь очень делать выпуски регулярными но еще если ты поддерживаешь мою цель если цель в 40 тысяч подписчиков тебе понятно реально и ты хочешь много интересного контента на пути к этой моей цели пожалуйста поделись информацией про канал с друзьями это может быть telegram не знаю это может быть facebook а где угодно в общем я очень буду за это благодарен спасибо еще раз за поддержку за просмотр 17 был крутым следующий вот еще круче удастся